Служение Дерека Принца Женщины в церкви Часть 2 Иисус сказал, не читали ли вы, что в начале... Возможно, вы этого не знаете, но еврейское название книги «Бытие» звучит так. Брешит ли в начале? То есть Иисус намеренно упомянул порядок сотворения в начале. Он сказал, вот отправная точка или стандарт. Павел также говорил о семейных взаимоотношениях, особенно между мужем и женой. Он сравнил их с вечными отношениями в Троице. Первое послание Коринфянам, 11 глава, всего один стих, третий. Тут говорится «хочу так же, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос». Жене глава муж, а Христу глава Бог. То есть Павел пошел еще дальше, чем Иисус. В качестве модели он использует отношения в Троице. Он говорит, что главенство идет от Бога Отца ко Христу, потом к мужу, а затем к жене. Ни один из этих факторов не может быть изменен культурой. Они вечные и неизменные. Хочу заметить, что глупо оправдываться за счет культуры. Люди говорят, это культурная особенность. Правда в том, что если проанализировать культуры всего мира, то большинство из них основаны на демонических обрядах и суевериях. Как же мы можем использовать нечто демоническое в качестве модели для нашей христианской жизни? Давайте перейдем к оригинальной модели. Думаю, начать нужно именно с нее, если мы хотим заложить прочные и надежные основания. Давайте прочтем о сотворении человека в Бутии 1 главе 26 и 27 стихах. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему». Это было решение всей Троицы. Отец, Сын и Святой Дух решили это вместе. «Мы сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему». По образу Божьему сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Вот как был создан человеческий род. Мужчина и женщина. Они были созданы, чтобы правиться. Мы не знаем никаких деталей об их взаимоотношениях, но главная идея заключалась в том, чтобы мужчина и женщина вместе управляли землей. Затем мы читаем причину, по которой была создана женщина. Будучи мужчиной, я признаю, что женщина — это тайна. Думаю, многие мужчины пришли к этому выводу. Сотворение женщины — одна из удивительных тайн Библии. Бытие 2 глава, 18 стих говорит об этом. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему, или, лучше сказать, дополняющего его». Впервые во время сотворения чему-то понадобилось дополнение. До этого момента все было очень хорошо, но тот факт, что у Адама не было пары, не был хорошим. Ему нужен был помощник, дополняющий его. Посмотрите, как Господь сделал этого помощника. Это удивительно. 21 стих говорит об этом. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон». Это первая в мире анестезия. «И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотьем, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену». На иврите сказано, что он выстроил женщину из ребра. Как Бог это сделал, мы понятия не имеем. Это тайна. Мы видим лишь результат. Я женат 48 лет, 30 лет в первом браке, и уже 18 во втором. Я понял, что женщина — это тайна. Это спасло меня от многих проблем. Это чудесная тайна. Как я и говорил, я никогда не был женоненавистником. Но я понимаю, что имею дело с чем-то неизвестным. Итак, какой была роль женщины? Мы переходим к основам. Для чего или кем она была создана? Если одним словом, то помощником. Это ключ к пониманию самореализации в жизни женщины. Природа женщины в том, чтобы быть помощницей. В нашем современном мышлении это предвзятые отношения. О, нас угнетают. Говорят, что мы только помощники. Хочу показать вам то, что вас утешит. В Евангелии от Иоанна, 16 главе, 7 стихе, Иисус называет Духа Святого помощником. Поэтому у вас, женщины, тот же титул, что и у Святого Духа. Вы думаете, Дух Святой считает себя ниже Отца и Сына? Из-за того, что Он помощник? Вы думаете, Иисус считает себя ниже Отца, потому что Он Сын? Бог сказал об Иисусе, «Это мой слуга, в котором мое благоволение». Вы думаете, Иисус ниже Отца, потому что Он слуга? У нас абсолютно неверное отношение, которое является корнем всех наших проблем. Мы считаем, что быть слугой — это плохо. Это неправда. Иисус — слуга Отца, а Дух Святой — слуга Отца и Сына. Важно найти свое место и занять его. Не спорьте с Богом. Он создал вас так. Будь вы женщиной или мужчиной, белым или черным, именно такими вы и будете. Поэтому научитесь этим пользоваться. Не сражайтесь с этим. Не спорьте. У меня есть брат в Господе, который родился в мусульманской семье в Алжире. Он пережил удивительную встречу с Иисусом и стал посвященным христианином. Из-за своего мусульманского происхождения он стал спорить с Богом из-за того, что тот избрал еврейский народ. Почему он к ним так относится? Ну, почему они такие особенные? А Бог сказал ему, «У тебя проблема не с евреями, а со мной». Я хочу сказать вам, женщины, у вас проблемы не с мужчиной, а с Богом. Он не будет меняться. Он суверенный. Вы можете с ним спорить, можете злиться, но он не изменится, потому что он совершенный. То, о чем мы говорим сейчас, это результат грехопадения. Мы не знаем, какой была бы жизнь, если бы человек не согрешил, но мы живем в греховном мире. Прекрасно, что Христос искупил нас от проклятия закона, которое пришло к нам через грехопадение Адама. Я хочу прочитать свое любимое местописание. Послание к Галатам, 3 глава, 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Итак, Христос искупил нас от проклятия, которое пришло за нарушение закона Моисея. Если вы хотите больше знать об этом проклятии, то можете посмотреть на последние 54 стиха 28 главы книги «Второзаконие». Там содержатся различные проклятия за нарушение закона. «Слава Богу, на кресте Иисус стал проклятием, чтобы мы были свободны от каждого из тех проклятий». Но мы еще не свободны от проклятия грехопадения. Оно все еще в силе. Давайте рассмотрим это проклятие грехопадения, и вы увидите, что оно все еще в силе. Бытие, 3 глава, начиная с 16 стиха. Это слава Бога. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей». Я знаю, что есть много теорий о безболезненном деторождении, но многие женщины знают, что они не работают. Они и не будут работать, потому что Господь сказал, что это будет больно. Роды будут болезненными, пока это проклятие не будет снято. Затем Бог сказал Адаму, «Проклятая земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы, произрастит она тебе». Пока вы видите тернии и колючки вокруг себя, то понимаете, что это проклятие еще не снято. Оно будет снято, но не сейчас. Мы говорим сейчас о Божьем порядке сотворения, которое находится под проклятием. Мы не знаем, какими были отношения между мужчиной и женщиной до грехопадения, и, наверное, никогда не узнаем. Сейчас мы разбираем отношения, какими они стали после грехопадения. Они описаны в «Бытии», 3 главе 16 стихе. Я прочитаю это еще раз. «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Мы уже согласились с тем, что деторождение болезненно, а затем сказано и к мужу твоему влечение твое. Я думаю, что речь не о сексуальном влечении, а о желании каждой женщины рожать детей. Люди могут становиться гомосексуалистами, но еще никто не придумал способ, как женщина может иметь ребенка без участия мужчины. Это желание женщины приводит к тому, что она всегда зависит от мужчины. Не думаю, что это когда-то изменится. Далее идет важный стих, который многих возмущает. Сказано «Он, муж, будет господствовать над тобою». Я немного знаю еврит. Эти знания несовершенны, но довольно полезны. Предлог «нат» не соответствует тому, что сказано в оригинале. «Нат» подразумевает угнетение и доминирование. По крайней мере, так думают некоторые люди. На еврите используется всего один слог «пэ», который переводится «в» или «с», а еще многими другими способами. Это один из самых распространенных предлогов в еврите. И он не совсем выражает то, что подразумевается в нашем языке под словом «над». Интересно, что слово, переведенное как «господствовать», используется на еврите как часть слова «правительство». В современном еврите глава правительства, премьер-министр — это Роша Менсева. Эта идея господства напрямую связана с идеей главенства. То есть это место можно перевести так. «Он будет твоим правителем». «Он будет твоим главой». «Он будет твоим защитником». Видите? Это совсем другой смысл, который отличается от представления, что было у нас многие годы. Я считаю, что женщинам нужны защитники, а те, кто думают, что они им не нужны, нуждаются в них более всего. На личном опыте я убедился, что человеческая жизнь очень хрупка, поэтому я принимаю любую защиту для себя и для моей жены. Я не всегда делаю все, что нужно, но я стараюсь. Так что, дорогие дамы, вам нужна защита. Может, вы с этим не согласны, но защита вам все-таки нужна. Всем нам, будучи мы мужчинами или женщинами, нужна защита. Лично мне нужна защита. В Библии защита приходит, когда мы находимся под властью. Я человек под властью. Когда я в форте Лоттердейл, то я подотчетен старейшинам этой церкви. Когда мы живем в Иерусалиме, то мы часть церкви, которая находится под властью ректора. Вдобавок к этому, когда мы в США, у нас есть совет директоров, которому мы подотчетны, и международный совет с представителями из разных стран, которому мы тоже подотчетны. Я человек подвластный, и я очень этому рад. Я не сражаюсь с этим и не думаю, что это делает меня ниже. Я чувствую себя в безопасности. Я вздрагиваю, когда вижу христиан, которые противостоят божественной власти. Они на пути к катастрофе. Итак, это основная картина отношений между мужчиной и женщиной. Когда Библия представляет какое-то важное понятие, то обычная ключевая мысль находится в первом его упоминании. То же самое касается этого случая. Он будет господствовать над тобой. Он будет тебе главой. Он будет твоим правителем. А сейчас я перейду к толкованию. До этого я просто перечислял библейские факты, а сейчас я предоставлю вам свое толкование различных отрывков Писания. Я изучал это, размышлял над этим и много молился. Но представляю это вам как мое толкование. Вы можете не принять его, и вы все равно попадете на небо. Но главное — не переставайте любить меня. Хочу предложить вам одно различие между мужчиной и женщиной. Мы знаем, что этих различий много. Но давайте поговорим об управленческой власти. Будем использовать слово «управление», потому что оно понятнее. Насколько я понимаю, в служении Слова Божьего и во всех остальных сферах, но будем держаться Слово Божьего, управленческая власть требует понимания искупительного плана Божьего со всеми его главными элементами. Вот, например, в послании Иакова, 3 главе, 1 стихе. Этот отрывок редко цитируют сегодня, особенно в харизматических церквях, но он все еще есть в Библии. Иакова, 3 глава, 1 стих, говорит нам, «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Это важная мысль. Я заметил, что многие люди движимы амбицией стать учителем, но они пропустили этот стих. Почему мы не должны становиться учителями? Да потому что ответственность очень большая. Вам придется отвечать перед Богом за то, чему вы учите. Вы спросите, «Ну, а вы-то учитель?» Да. Знаете почему? Потому что Бог призвал меня быть учителем. Давным-давно, задолго до того, как многие из вас появились на свет, в 1944 году, возле Хайфы, Бог сказал мне, «Я призвал тебя, чтобы ты был учителем Писания в истине, вере и любви для многих христиан». Если бы я попытался понять, сколько это много, то не смог бы даже начать, потому что средства коммуникации еще не были такими, как сегодня. Не хочу хвастаться, но я почти каждый день учу миллионы людей с помощью прессы, радио, телевидения и личного служения. Да, я учитель, но хороший я учитель или нет, решать Богу. Я знаю, что мне придется отвечать перед Богом. «Не планируйте быть учителем, если Бог вас к этому не призвал». Я думаю, что есть разница между мышлением мужчины и женщины. Вот почему есть разделение между теми, кто может быть избран на роль учителя, и теми, кто не может. Вы можете в этом усомниться, но разумы мужчины и женщины действуют по-разному. Мужчины специализируются на всесторонней оценке, а женщины на деталях. Я не могу справиться со всеми деталями, с которыми моя жена сталкивается каждый день. Я бы сошел с ума, но она с этим как-то справляется. Я заметил, что именно в этом женщины сильны. Я не говорю, что это единственная сильная сторона женщин, но они действительно хорошо справляются с деталями. Они могут переодевать ребенка, разогревать еду и делать все это почти одновременно. Я бы так не смог. Я бы сошел с ума. Историческая справка? Насколько я знаю, женщины не достигли успеха в создании оперы или симфонии и в создании математической или философской системы. А все потому, что женщины не сильны в этой сфере. Когда вам нужно сложить все части вместе и увидеть все это как одно целое, то женский разум работает совсем не так. Но когда она входит в комнату и что-то не на своем месте, то она видит это в 10 раз быстрее, чем ее муж. Ее разум создан так, чтобы фокусироваться на деталях. Мы нуждаемся друг в друге. Мне нужна женщина, а женщине нужен я. Это не соревнование. Дело не в том, что кто-то хуже, а кто-то лучше. Мы разные. Знаете, почему мы разные? А потому что Бог создал нас разными, и ничто не сможет изменить эту разницу. Мы можем с этим сражаться, спорить об этом, но это никуда не денется. Последнее слово за Богом. Хочу вам кое-что сказать. Интересно, согласитесь ли вы со мной? Бог всегда прав. Он никогда не ошибается. Вы можете сказать это от всего сердца? Если вы с этим согласны, то вы уже многого достигли. Повторите, пожалуйста, эти слова вместе со мной. Бог всегда прав. Он никогда не ошибается. Скажите на это. Аминь. Сейчас хотел бы перейти к довольно противоречивой теме. Я буду говорить о служениях, которые открыты для женщин и которые для них закрыты как для замужних, так и для одиноких. Один из вопросов, которые часто поднимаются в церкви, следует ли рукополагать женщин? Я считаю, что это очень объемный вопрос, и вот вам мой ответ. Рукополагать для чего? Лично я придаю не очень большое значение религиозному обряду рукоположения. Иисус сказал, «Я выбрал тебя и рукоположил. Я отделил тебя. Ты мой». Вот что на самом деле имеет значение рукоположение. Я не говорю, что не нужно рукополагать служителей вовсе, но думаю, что это не так важно, как божественное рукоположение. Поэтому, когда меня спрашивают, а следует ли рукополагать женщин, я отвечаю, «Рукополагать для чего?» Прошу прощения. Руф со своей внимательностью к деталям говорит, что мне лучше выдуть нос, чем вытереть его. А сейчас я перечислю служение в Новом Завете. А потом мы поговорим, какие из них открыты для женщин, а какие нет, принимая во внимание, что женщины не подходят для управленческой власти. Британский учитель Библии по имени Дэвид Полтсон. Мы с ним друзья, хоть и не очень близкие. Так вот, он написал книгу «Лидерство мужского рода». Я с этим в принципе согласен. Это не очень популярная мысль, но думаю, что это правда. Я думаю, что зачастую управленческая власть не открыта для женщин. Давайте откроем послание к римлянам двенадцатую главу и посмотрим шестого по восьмой стих. Это перечень различных служений. Разные дары получили мы от Бога по благодати Его. Тот, кто обладает пророческим даром, пусть пользуется им согласно своей вере. Тот, кто имеет дар служения другим, или дар наставничества, или дар утешения, или даяния, или руководство, или милосердие. Мне кажется, в целом это где-то семь даров. Я думаю, что пять из них открыты для женщин. Пророчество, служение другим, утешение, даяние и милосердие. Два, которые обычно не открыты для них, это наставничество и руководство. Я считаю, что наставничество это администрация управленческой власти. Если вы не понимаете эту концепцию, то вам тяжело будет в этом разобраться. В первом послании Коринфянам 11 главе 5 стихе Павел говорит, «Но всякая женщина, которая молится или пророчествует с непокрытой головой, навлекает позор на свою голову». Оставим в стороне вопрос о покрытии головы сейчас несколько не об этом, но из этого стиха видно, что женщина может пророчествовать и молиться. То есть эти два служения, молитва и пророчество, тоже открыты для женщин. А в первом послании Коринфянам 12 главе с 28 по 30 стих Павел перечисляет множество служений, и иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления. Разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Если вы проанализируете этот список, я считаю, что это служения открытые для женщин, чудотворения, исцеления, а закрытые для женщин дары — это апостол и учитель. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!